Друзья мои, всем привет! С вами, как всегда, Антон Холкин. И сегодня давайте разберем песню Валерия Сюткина, которая называется «7000 над землей». Ну, как обычно в своих роликах, вначале я эту песню сыграю, а после этого разберем ее аккорды, бой и разные моменты, связанные с этой песней. И вы увидите, что играть эту песню достаточно просто. И также под видео в описании на YouTube будет текст, и над ним аккордики, так сказать, в текстовом формате, все будет достаточно доступно. Ну, давайте, пожалуй, начнем. Поздний час, половина первого, семь тысяч над землей, Гул трубин, обрывки сна. За окном, облаками белыми, лежит пейзаж ночной, А над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца, Вижу отражение твоего лица, Ты далеко от меня, Запеленной другого дня, И даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан, И разогнав крылом туман, Убав с ночных небес, скорее тебя обнять. За окном, небо все темнее, Спит автобилот, Там, внизу, наверное, дождь, Ночь длинна, Но еще длиннее путь, Как долг мой полет, В те места, Где ты живешь. Тайное движение в небе без конца, Вижу отражение твоего лица, Ты далеко от меня, Запеленной другого дня, И даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан, И разогнав крылом туман, Убав с ночных небес, скорее тебя обнять. Дальше. Убав с ночных небес, Тай, 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 Ты далеко от меня, за пеленой другого дня, И даже время мне не сможет помешать, Перелететь океан, не разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Ты далеко от меня, за пеленой другого дня, И даже время мне не сможет помешать, Перелететь океан, не разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Вот такая у нас песенка, вспомнили ее, и давайте посмотрим, какие у нас играются аккорды. Аккорды здесь достаточно простые, значит, проигрыш вначале. Значит, это у нас первый аккорд ми минор, Ну, давайте, не знаю, показывать, не показывать, как берется. Ну, давайте, для тех, кто не знает, Значит, мы берем на четвертой струне, на втором ладу прижимаем струну, И на пятой струне тоже на втором ладу прижимаем струну. Все остальные струны открыты. Ми минор. Потом у нас идет аккорд H7, то есть Септаккорд. Значит, ну, давайте быстренько. Значит, мизинцы мы прижимаем на первой струне второй лад, Вторая струна открытая, На третьей струне мы прижимаем безымянным пальцем также второй лад, Потом указательным пальцем на четвертой струне первый лад, И безымянным пальцем мы прижимаем... Или каким? Средним пальцем, да, средний это называется. Средним пальцем мы прижимаем на пятой струне второй лад. Вот. Ну и шестая открытая. Значит, еще раз. Ми минор. Потом у нас идет H7, на нем же останавливаюсь. И опять на ми минор возвращаемся. Потом вторая часть. Та-ля-та-та-та-там, та-ля-та-та-там, та-да-та-та-там, та-да-та-та-там. В общем, то же самое. Два аккорда в прогреш. Все достаточно просто. Потом идет куплет. Куплет также начинается у нас с аккорда ми минор. Поздний час, спалы на первой семь тысяч над землей. Гул-турбин. Тут снова у нас этот H7. Гул-турбин, обрывки сна. Опять мы возвращаемся на ми минор, и здесь такая вставочка, это у нас до мажор и h7 опять. Ну, до мажор, давайте так, еще раз, значит, как берется аккорд до мажор. Первая струна открытая, вторая на первом ладу зажата, третья получается открытая, на четвертой струне второй лад берем, и на пятой струне третий лад, шестая тоже получается открытая. То есть, рознича с половиной первого семь тысяч над землей, гул турбин, обрывки сна, здесь у нас до и h7. Ну, потом то же самое повторяется, только уже без этого до. А с до начинается у нас припев, вернее, даже не припев, а перед припевом такая вставочка. Тайное движение, то есть до мажор, в небе без конца, опять ми минор, снова до мажор, вижу отражение твоего. Здесь вот у нас добавляется аккорд ля минор, ну, ля минор, я думаю, знаете, как брать. Ну, или давайте так, значит, первая струна открытая, вторая прижата на первом ладу, потом третья струна на втором ладу, и четвертая струна тоже на втором ладу, остальные открытые струны. Ля минор, в общем, а-м. Тайное движение в небе без конца, вижу отражение, ля минор твоего лица, и h7, снова все заканчивается. Потом у нас идет припев с ми минора. Ты далеко от меня, запеленной другого дня. Здесь у нас h7 снова. И даже время мне не сможет помешать. Ми минор, потом опять вставочка вот эта до, и h7. Перелететь океан, ми минор, и разогнав крылом туман, снова h7. Упав с ночных небес, скорей тебя. А вот здесь, в самом конце, когда мы играем h7, скорей тебя, мне, мы останавливаемся на аккордике, который называется а7. Ля септаккорд. Он берется у нас следующим образом. Значит, на второй струне прижата вторая, вернее, на втором ладу прижата вторая струна, и на четвертой струне также прижат второй лад. Вот. То есть, прилив небес, скорей тебя, мне. Зависаем на этом аккорде. И снова возвращаемся на h7. Вот. Ну, дальше идет все то же самое. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ну, здесь я не буду повторять, потому что схема все точно так же, как я уже показал. Вот. Ну, в конце я там перешел на аккордики с барре. Кому захочется это делать, собственно говоря, ну, как вы знаете, аккорды... Здесь можно взять ми минор, можно взять его и здесь. Но на октаву, получается, выше. Ну, я так для разнообразия это сделал. Ну, соответственно, я не буду показывать, как они тут берутся, потому что и так уже подзатянул немножко видео. В общем, те же аккорды, которые я играл здесь, Я играю здесь. Ну, давайте так. Я покажу без того, как найдете, я думаю, аккордики, как берутся в интернете. Значит, ми минор. Соответственно, здесь аккорды получаются, как я уже сказал, то же самое. То есть... Ты далеко от меня, за пеленой другого дня, И даже время мне не сможет помешать. Перелететь в океан, и разогнав крылом туман, Упав с ночных небес, скорей тебя обнять. Ну, это если кто-то захочет так делать. Ну, в принципе, то же самое играется вот здесь. Вот. Это что касается аккордов. Теперь насчет боя. Ну, здесь такой вопрос. Как вы заметили уже, наверное, в оригинале, бой играется совершенно по-другому. Он там играется... Таким, как сказать... Боем... Не знаю, как он называется. Фокстрот, наверное. Вот. Но я его изменил. Типа, адаптировал под игру просто на одной акустической гитаре. Ну, и вроде как, неплохо получается. Но если... Я вам сейчас его покажу. Ну, а если, допустим, вам не понравилось это, То вы тогда смотрите бой. Выбирайте сами. Я играю бой следующим образом. То есть, это бой такой, ну, достаточно... Простой, даже, наверное, не знаю, блатной, можно назвать. Принцип этого боя следующий. То есть, мы чередуем басовые струны, Извлекаем большим пальцем правой руке Из басовых струн, то есть, из нижних. И чередуем эти извлечения с ударами по остальным струнам. То есть... Вот таким образом. Только я там чуть-чуть приукрасил, можно сказать. То есть, получается, мы извлекаем звук большим пальцем И бьем остальными пальцами вниз. Ну, иногда там у меня, получается, не просто вниз, а... А вверх и вниз. Вот таким образом. То есть, получается, я беру басовую струну, бью вниз, Опять басовую, вверх и вниз. Ну, и приглушечки тут такие у нас. Ну, насчет боя, я же говорю, что тут, как бы, вы можете использовать и свой какой-то бой, Потому что я от себя тут придумал. Ну, звучит, по-моему, неплохо. Ну, и в конце я там играю... То есть, самая концовка это... Вот мы, значит, берем на пятой струне на втором ладу, Потом на шестой струне на третьем ладу, И шестая струна открытая. Это, как бы, самая кода, самая концовка этой песни. Ну, вот, вроде бы и все. Ну, вот, уважаемые друзья, Сегодня мы разобрали с вами песню Валерия Сюткина «Семь тысяч над землей». Думаю, что все было понятно и доступно. Напоминаю вам, что подписывайтесь на мой канал. У меня найдете очень много разборов песен, Вот, которые я делаю специально для вас. Ну, а с вами, как всегда, был Антон Холкин. Я желаю вам всем хорошего дня и хорошего настроения. Все, на этом пока.